Уникальный для России научно-исследовательский центр разработал на территории Красноярского завода цветных металлов R&D Park. Это площадка для отработки передовых технологий в области металлургии. Центр в 13 тысяч квадратных метров впечатлил не только руководители города, края, но и зарубежных гостей. Подробности у Дениса Денисова. Отсидели твердое от жидкого, заново воду использовали для процесса обогащения. Уже скоро эту разработку внедрят в цеха завода цветных металлов. Ее придумали одни из первых резидентов R&D Park. Теперь из сырья можно добыть гораздо больше ценных металлов. Происходит разделение материала на тяжелую фракцию, то есть металлы чистые, либо в каких-то соединениях тяжелых, и легкую фракцию, то есть пустая порода. Соответственно, таким образом происходит обогащение материала. Мы выделяем ценный компонент и пустую породу, хвосты именуемые. R&D Park – это уникальное предприятие, которое максимально сократит дистанцию от идей, да и ее внедрение в промышленность. Свои проекты на передовом оборудовании смогут воплотить сотни молодых ученых. Губернатор края признается, что повидал много технопарков и инновационных лабораторий. Но R&D Park произвел на него особое впечатление. Мы вот здесь попробовали на столе, получилось, завтра мы в цехе. Здесь у нас возник какой-то вопрос. К нам идет суперспециалист, уже производственник, и говорит, что так, что не так. Вот эта интеграция исследований инновационного процесса и производственного процесса, оно даст, я уверен, очень серьезный результат. Всего парк рассчитан на 12 резидентов. Сейчас некоторые помещения пустуют, но уже в день открытия пятеро из них приступили к работе. Передовое помещение работает прямо на территории завода цветных металлов и способно выпускать продукцию с высокой добавочной стоимостью. Это уникальный для страны объект и пример того, как должна работать инновационная экономика. По мнению Дхама Акбулатова, именно за такими предприятиями будущее города и края. Сегодня появляются задачи, связанные с разработкой новых технологий, созданием смежных технологий. Это совершенно новое направление деятельности, которое, я считаю, как раз и характеризует деятельность предприятия, как предприятие, стремящееся становиться наукоемким. Помимо местных специалистов, к разработкам присоединятся и зарубежные коллеги. На площадках пройдут обучения студенты СФУ. Руководство рассчитывает, что парк станет огромным прорывом не только для завода, но и для экономики всего края.